Всем привет. Тимиртау, город в Казахстане, расположенный в Карагандинской области. С 20 июля 1988 года в подчинении города значится поселок Актау. Название города переводится с казахского как «Железная гора». Городообразующим элементом является крупнейшее в Казахстане металлургическое производство Оуарселор Миттл Тимиртау. 1905-15 июня, первые 40 семей переселенцев по Столыпинской реформе прибыли по дороге из Самары и осели на левобережи реки Нурава к Малинскому уезде Акмолинской области Российской империи. Поселение получило наименование Жаур, по названию Сопки на противоположном берегу. 1909, поселок Жаур переименован в Самаркандский. От слов Самар и Кант. На казахском языке – Сахар. Произошло название места. Самара плюс Сахар. 1911, построены первая школа и больница. 1921, поселок под наименованием Самаркандский вошел в состав Акмолинской губернии Киргизской АССР Автономной Республики, образованной в 1920 году в составе РСФСР. После 1925 года, Казахская АССР в составе РСФСР. В конце 20-х годов в этом районе побывала геологическая экспедиция во главе с известным казахстанским ученым-геологом Канышем Садпаевым. Полезных ископаемых здесь не обнаружили, но в документах сделали следующее заключение. Район поселка Самаркандский, как бы самой природой предназначен для того, чтобы в будущем стать центром черной металлургии Казахстана. Это стало судьбоносным для истории города событием. 1928, поселок Самаркандский вошел в состав Карагандинского района Акмолинского округа Казахской АССР административно-территориальной единицы, образованного из частей Акмолинской и Семипалатинской губерний. После упразднения в конце 1930 года всех округов Казахской АССР и передачи районов в прямое подчинение республиканским властям, в 1931 году Карагандинский район был переименован в Тельманский район Казахской АССР. 1932, поселок Самаркандский вошел в состав Тельманского района, образованный 10 марта Карагандинской области Казахской АССР. С февраля 1936 года Казахская АССР в составе РСФСР, а после декабря 1936 года Казахская Советская Социалистическая Республика в составе Союза ССР. 1933, для обеспечения развития Карагандинского угольного бассейна построен водоканал Самаркандский Караганда. 1934, 10 февраля, из населенных пунктов Тельманского района, возникших на территории строительства Государственного треста по эксплуатации Карагандинского каменноугольного бассейна, был образован город Караганда. Среди других населенных пунктов, включенных в состав нового города, был и поселок Самаркандский, получивший новое название, поселок Самарканд города Караганды. 1938, произошло деление города Караганды на районы, первоначально их было образовано три. Ленинский, ныне является частью района им. Казыбек-Би, Сталинский и Кировский, ныне являются частью Октябрьского района. Поселок Самарканд включен в состав Кировского района. 1939, на реке Нура возведена дамба, 20 метров в высоту, 300 метров в ширину. Началось заполнение новообразованного Самаркандского водохранилища, которое продолжалось до 1961 года. 1942, запущена первая турбина Карагандинской ГРЭС. Строительство здания ГРЭС было начато в 1934 году. 1943, начал работу завод синтетического каучука. 1944, строящийся казахский металлургический завод дал первую сталь. Плавка велась в Мартеновской печи. 1945, 1 октября из Кировского района Караганды был выделен рабочий поселок Самарканд, который получил статус города имя Тимиртау. 1947-1949, в лагере, обустроенном недалеко от города, содержатся японские военнопленные. 1950, основан Карагандинский металлургический комбинат. Правительство СССР объявило о начале всесоюзной ударной стройки, в город стало приезжать множество молодежных ударных отрядов со всех концов Советского Союза и даже из стран-союзников. В основном из Болгарии. 1959, беспорядки и восстания среди рабочих, крайне недовольных плохими условиями труда, перебоями с поставкой воды, питания, товаров и тому подобное, вызванными многочисленными ошибками администрации. В результате столкновений с властями, по официальным данным, 16 рабочих убито, 27 ранено, около 70 арестовано и осуждено. Ранено также 28 милиционеров нет в источнике. 1960, доменная печь номер один дала первую плавку чугуна. 1963, на базе Карагандинского политехнического института и кар-медкомбината образован завод в Туз Карагандинский государственный индустриальный университет. 1970-е, построен новый спорткомплекс, включающий в себя 50-метровый плавательный бассейн Дельфин. Ныне Жастар, стадион на 15 тысяч мест и крытый Ледовый дворец. 1971, январь, город награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 1972, открыт Дворец Культуры Металлургов. 1974, апрель, открыт памятник воину у Вечного Огня, олицетворяющий подвиг темиртауских солдат, погибших в Великую Отечественную войну. 1984, воздвигнут новый жилой комплекс, квартал Зеница. Ныне 70-й квартал, названный так в честь югославского города Побратима Зеница. 1992, 28 декабря, на пороге завода управления убит генеральный директор Карагандинского металлургического комбината А. Г. Свичинский. Убийство вызвало большой общественный резонанс, к убийцам применена исключительная мера наказания, расстрел. 1993, январь, в Парке Восток открыт Зимний сад. 2000, Тимиртау отмечает 40-летие плавки чугуна. 2005, празднование 60-летия города Тимиртау. 2010, празднование 50-летия казахстанской магнитки, приезд президента республики Казахстан-Н.А. Назарбаева. 2011, построен и открыт музей первого президента. Он представляет собой трехуровневое здание, имеет диаметр 48 метров, высоту 15 метров 59 сантиметров, общая площадь всех помещений 4526 кВМ. 2013, закрыт трамвайный маршрут номер 2 и произведен демонтаж рельсов. На начало 2020 года, население города, 179 200 человек, в составе территории городского Акимата 186 080 человек. Карагандинский государственный индустриальный университет, новый корпус. Новый фонтан на площади перед монументом Металлургом, 2010 год. Стиль этой статьи не энце эклопедичен или нарушает нормы литературного русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. Темиртал является городом высокой культуры и профессиональных самодеятельных коллективов и ансамблей, известных далеко за пределами Казахстана. Центром культуры города является городской дворец культуры, который был открыт 5 ноября 1972 года. Здание было построено по типовому проекту советских архитекторов. Фасад здания украшают 8 масок, отражающих специалистов металлургического дела, над фасадом концертного зала расположена необычная металлическая скульптура Муза Мельпомены. При ДК работает множество кружков и ансамблей для детей города. Самыми известными по праву являются образцовый вокально-хореографический ансамбль «Вдохновение», образцовый хореографический ансамбль «Арабески», а также образцовый хореографический ансамбль «Глория». В Дюцеи и Алем находится не менее известный образцовый хореографический ансамбль «Арабески». Руководителями коллектива с момента создания являются Елена и Сергей Петраковы. Коллектив является лауреатом городских, областных, республиканских, международных конкурсов. В 1991 году при МЖК создан вокально-хореографический ансамбль «Вдохновение». Создателем и художественным руководителем коллектива и по сей день является отличник просвещения РК Чистякова Маргарита Дмитриевна, хореограф Кайдасынова Баглан Тлеубаевна, хормейстер Васильченко Людмила Ивановна. В 1998 году был образован хореографический ансамбль «Антре». Руководитель ансамбля Лошкана Инна Степановна, хореограф Булавка Светлана Георгиевна. В 10-летний юбилей ансамблю присвоено звание «Образцовый». Коллектив является призером и лауреатом конкурсов и фестивалей Казахстана, России, Украины, Турции, Болгарии. В 1999 году образован хореографический ансамбль «Глория», которому впоследствии было присвоено звание «Образцовый». Бессменный руководитель ансамбля – Харченко Светлана Владимировна. Образцовый хореографический ансамбль «Глория» является лауреатом многих республиканских фестивалей, а также международных конкурсов в Москве, Сочи, Адлере, Алане, Турции, Китине, Болгарии, Солнечном, Абхазии. В 2013 году была открыта первая студия по воздушно-спортивному эквилибру «Леди Вертига», руководитель «Маковецкая Виктория». Студия является призером и лауреатом конкурсов и международных чемпионатов Казахстана. Город Темиртау является крупным промышленным и индустриальным центром Республики Казахстан. Объем производства промышленной продукции за 2009 год в стоимостном выражении составил 265,0 миллиард тенге. Из них 86% принадлежит металлургическому гиганту «Арселор Миттл Темиртау». Город Темиртау имеет развитую транспортную инфраструктуру. В городе работает несколько предприятий, обслуживающих около 30 автобусных маршрутов, охватывающих весь город. В городе распространено маршрутное такси, обычное пассажирское такси представлено многочисленными фирмами. Отдельно стоит отметить Темиртауский трамвай. Трамвайная сеть города Темиртау является одной из третьих рабочих сетей в Казахстане. Она была открыта в 1959 году для легкой и дешевой доставки рабочих на комбинат. Подвижной состав насчитывает около 37 вагонов, в том числе 12 чешских трамваев Татра. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи.